Все про мастит и его лечение у коров. Воспаление молочной железы, мастит, у коров является одной из распространенных болезней. Развивается обычно на фоне послеродовых осложнений, дополненных нарушениями содержания и кормления. Наиболее характерна патология для крупных ферм, особенно с привязным содержанием, но и в частных хозяйствах наблюдается нередко. Распространенные причины воспаления молочной железы у коров развиваются как в период лактации, так запуска и сухостоя. Чаще причиной становится условно-патогенная микрофлора при понижении резистентности организма, реже развитие мастита вызвано асептическими причинами или опасными инфекционными заболеваниями. Развитию мастита предшествуют травмы вымени и сосков, нарушение техники доения, неполное сдаивание, перемещение микробов. И воспаление соскового канала, гематогенный занос инфекции, болезни половой системы, эндометрит, задержание последа. Предрасполагают к развитию воспалительного заболевания однотипный рацион, основу которого составляет силос, недостаток сена, использование пивной дробины и барды. Одинамия, привязное содержание также ослабляют иммунитет. Восходящий путь инфекции начинается с нарушения санитарных норм, отсутствия подстилки, несвоевременная уборка навоза, неподготовленные помещения со сквозняками. Симптомы и диагностика о наличии мастита обычно говорит уменьшение молокоотдачи, беспокойство животного во время дойки. При ручном доении или установке стаканов корова будет испытывать болезненность. По клинико-диагностическим показателям мастит подразделяют на несколько типов. Субклинический мастит – самый распространенный вид воспаления в имени, на крупных фермах может достигать свыше 50%, а порой заболевание регистрируется у всего поголовья. Главный минус – симптомы скрытого мастита отсутствуют. Единственное, может быть увеличение надвумяных лимфатических узлов, но не специалисту выявить это сложно. Поэтому в домашних условиях субклинический мастит у коров регистрируется редко и выявляется на молочных фермах при плановой диагностике. С использованием проб молока из каждой доли в имени, для этого применяется специальный реагент, например, кинотест. Также скрытый мастит выявляется при бактериологическом исследовании молока. Сирозное воспаление в имени эта форма обычно развивается после травмы или нарушения дойки, реже при попадании микробов. Клинический сирозный мастит у коров проявляется увеличением пораженной четверти, местным повышением температуры, кожа. В имени отечно, напряжена, гиперемия молочной железы, при пальпации выявляется болезненность, надвумяные узлы увеличены. Обычно поражается одна из долей, реже правая или левая половины, мастит у коровы всех долей редок, общее снижение молочной продуктивности, качество молока ухудшается на поздних стадиях болезни, может проявиться общая усталость, понижение аппетита. Катаральный мастит проявляется в виде воспаления молочных ходов или альвеол молочной железы. Часто развивается из-за механической травмы сосков с последующим обсеменением патогенными агентами и восходящим воспалением. Катаральный мастит имеет следующие признаки, первые сдаиваемые струи молока жидкие, в осадке присутствуют хлопья и сгустки. При поражении молочных ходов наблюдается закупорка соска творожистым эксудатом, утолщение соска, в его основании отмечается. Флюктуация, поражение альвеол характеризуется наличием плотных узлов в имени, часто отмечается бугристость, молоко содержит. Хлопья, нередко распадается на фракции, болезненность в имени не выражена, местная температура повышается редко, общее состояние обычно не меняется. Фибринозное воспаление молочной железы различают два способа развития, осложнение катарального мастита, либо как переход инфекционного. Агента при эндометрите, гнойном перекордите. Главное отличие от других форм, выпад фибрина, реже в молоке обнаруживают кровь. Симптомы, резкое уменьшение и полное прекращение молокоотдачи, из соска можно получить несколько капель эксудата с примесью. Фибрина, фибрин отличается от другого эксудата к репетации и при перетирании его между пальцами, пораженная доля увеличена. Пальпация причиняет боль, местная и общая температура повышена, лимфатические узлы увеличены. Гнойная форма, абсцессы и флегмоны в имени также развивается из слизистого мастита при отсутствии лечения и обязательном присутствии. Микробов, обычно стриптококков. Признаки гнойного воспаления, выделение молока резко уменьшается, из пораженной доли экстракт минимален, молоко имеет горький. Вкус, наличие сгустков, красноватый оттенок, вымя горячие, гиперемия кожи ярко выражена, отечность кожи, доля болезнена. Во время дойки, общая температура повышается до 41 ВОЗ, патологический процесс самостоятельно разрешается либо разрастанием соединительной ткани, либо абсцессом вымени, в таком случае вымя бугристая, температура повышена, в молоке хлопья. При созревании абсцесс лопается, если он был под кожей, то виден свищевой канал. Также возможен свищ в цистерну вымени, в таком случае при сдаивании будет обнаружено много гноя, наиболее опасна форма флегмоны вымени, разлитого воспаления на фоне послеродового отека. Существуют еще специфические формы воспаления вымени у коров, вызванные опасными инфекционными заболеваниями, геморрагический мастит, становится признаком общего падения резистентности и наличия септического процесса, Воспаление молочной железы при ищуре Характеризуется пузырями, автами на коже вымени, актиномикоз вымени. От абсцесса отличается мощной твердой капсулой из соединительной ткани, также нет увеличения лимфоузлов, туберкулез, на рентгеновском. Фото отмечаются контрастные узелки. Лечение правильная терапия должна включать комплекс мер, направленных на скорейшее устранение причины, симптомов и восстановление продуктивности. При этом ветеринары сталкиваются с главной проблемой, лечение антибиотиками введет запрет на реализацию и употребление молока. В таком случае рекомендуется использовать препараты с минимальным сроком выведения из организма, стриптомицин, бицеллин. Местная терапия лечения в домашних условиях нужно начинать с массажа вымени. Для этого легким надавливанием руки проводят снизу вверх по пораженной доле молочной железы. Процедуру повторяют при каждой дойке. Для усиления эффекта в утреннюю дойку следует наносить смесь из ихтиоловой мази и комфорного масла. В качестве альтернативы можно использовать теплое укутывание вымени, облучение кварцевой лампой, аппликации из воска, парафина или азокерита. В применении антибиотиков используются три основных способа введения средств. Для внутримышечной инъекции обычно используется сильный препарат при общем инфекционном процессе. Это ниток из бицелин-5. Этот же метод применяют при лечении мастита у коров в домашних условиях, так как требует наименьшего внимания и квалификации. Второй способ – введение суспензии в цистерну молочной железы. Для интрамаморной инъекции все чаще применяют готовые шприц-тюбики, гоморет, мастисон. Перед введением обязательно сдаивается все содержимое доли. Наибольшей эффективностью обладает введение антибиотиков при постановке надвуменной новокаиновой блокады. Но метод требует определенных навыков и знаний. Общая симптоматическая терапия при воспалении нарушается секреторная функция и в вымене застаивается молоко, не позволяющее вести лекарственное средство в цистерну. Что делать в таком случае? Для этого рекомендуется инъецировать подкожно-окситоцин. Но будьте осторожны, средство усиливает работу гладкой мускулатуры матки, поэтому его опасно применять на поздних сроках беременности. На период лечения следует уменьшить дачу воды и сочных кормов, так как они способствуют развитию отека. При серозных и катаральных формах мастита высокую эффективность показали инъекции смеси 3-витамина, АСД-2 и Навокина в отношении 3-2-5 мл в голову. Средство вводится внутримышечно и позволяет обострить воспалительный процесс и мобилизовать защитные силы коровы. Также используется внутримышечное введение свежей крови или с добавлением цитрата натрия. Профилактические мероприятия Профилактика мастита основывается на своевременной диагностике и соблюдении норм содержания и кормления. Для этого нужно обеспечить корову полноценным рационом, оборудовать помещение нормальной вентиляцией, регулярно проводить чистку и дезинфекцию коровника, соблюдать правила дойки, не передерживать стаканы на сосках, не срывать их силой, не проводить дойку, щепками, своевременно выявлять скрытый мастит специальными тестами, проводить запуск с использованием противомикробных препаратов. Похожие темы комментарии и обсуждения